Дорогая публика, в 1941 году за рубежом, франко-итальянский, по-моему, фильм был снят, который назывался «Кто вы, доктор Зорки?». И вот этот фильм посмотрел Никита Сергеевич Хрущев. Это был его такой вот опыт в смотрении иностранного кино. Ну, вообще, вот эти верхние наши руководства, члены Политбюро, они были достаточно хорошо информированы о новинках зарубежного кинематографа. У них у каждого был свой кинотеатр, и они там вот смотрели это кино замечательно. И он посмотрел этот фильм. А этот фильм про доктора Зорги, про советского разведчика Рихарда Зорги. Ну, вот люди моего поколения его очень хорошо знают. Такой вот разведчик немецкой национальности, уроженец Баку. И он работал в Японии как немецкий журналист, немецкий корреспондент. Он там был, так сказать, внедрён туда очень плотно. Связан был с немецкой диаспорой, которая там была. В Японии в тот пору была союзницей Германии, нацистской Германии. Ну, и он там черпал информацию. И вот в этом фильме есть такая сцена, как Рихард Зорги принимает решение. Он смотрит данные. Он же не вот те прям секретные данные имел возможности. Он допуска не имел. Он же журналист был. Ладно, брошу курить. Вот, он журналист был. И он смотрит данные открытые. Какие заказы получает промышленность, японская промышленность от государства? Значит, что заказывают? Пробковые шлемы, большое количество для армии. Штанишки коротенькие такие, чтобы в южных местах можно было, значит, в них ходить, воевать. Для армии. Ну, какая-то обувь, чтобы под джунглем ходить. Для армии явно. И, короче говоря, заказываются там еще плавсредства всякие тоже, ну, чтобы переправляться между многочисленными островами в южных морях. И он делает вывод, что Япония не готовится к войне в Сибири. Она готовится к войне на юге, на Тихом океане. И вот в финале этого фильма, ну, финал такой драматический, естественно, он передает, типа, передайте нашим. А это уже где-то осень 41-го года, не знаю, октябрь или ноябрь. Там для драматизма еще и вот ищут какой-то катер, прожектором куда-то такой светит. И он, значит, начинает передавать дату нападения японцев на Перл-Харбор. И тут его поймали. Вот. Ну, то есть, для драматизма все-таки фильм-то был создан для иностранного зрителя. А иностранные зрители хорошо помнят нападение на Перл-Харбор и не очень хорошо помнят про битву под Москвой. И вот нам всегда объясняли, что именно после такой информации от Рихарда Зорге о том, что японцы не готовятся к нападению на Сибирь, после этого были приняты решения по переброске больших сил с Дальнего Востока на борьбу, значит, вот тут под Москвой с немецкими фашистскими захватчиками. После этого был снят фильм документальный, ну или квазидокументальный, мокюментари, может быть, даже, который назывался разгром немецких фашистских войск под Москвой. Он в 43-м году получил Оскара, первого Оскара за документальное кино. Мы не дрогнем в бою за столицу свою. Там такая песня была. Вот. Казаки давата раскакали в своих бурках. Ну, я этот фильм смотрел каждый год. Вот, видите, нам оскароносные фильмы показывали в советском мире. Кто сказал, что мы не знали шедевров мирового кино? Ну, знали. Вот, значит, во время битвы под Москвой, каждый год, я шую, под Москвой, подмосковные жители нам показывали такого рода фильм. Не «Доктор Зорги», а вот такого рода фильм. «Доктор Зорги» тоже был закуплен, был в прокате. И вот где-то уже давно уже был отстранен от власти Никита Сергеевича, который, кстати, похлопотал. Зорги дали звезду Героя Советского Союза. Звезду Героя, естественно, посмертно, естественно, много десятков лет после его смерти. Ну, несколько десятков лет после его смерти. Вот, и помнится, как-то кинотеатр «Юность» такой у нас был. Там шли так повторные фильмы, он такой вечером работал. Иногда оператор предпоследний, значит, фрагмент выбрасывал, значит, чтобы покороче, скорее, домой идти, если последний сеанс. И вот я прочитал в газете, что там идёт фильм «Кто вы, доктор Зорги?». Я побежал туда покупать билет, и вот наши с мамой два билета были единственные, что были проданы на сеанс, кстати говоря. Теперь, значит, по поводу того метода, которым пользовался Рихард Зорги, доктор Зорги. Да, про него говорили, что он вообще, говорю, удивительный человек. Комментировали его работу американские товарищи, да? Говорят, вот его вообще-то зарплата, которую он получал там от советского правительства, была меньше, чем, так сказать, водитель моего автомобиля получает. Ну, действительно, было так. Жена Рихарда Зорги работала где-то в каком-то саратовском городе во время войны в Прачной. Есть фотографии достаточно такого каменного, тёмного дома, такой вот архитектуры европейского модерна мрачного. То ли в Саратове, то ли где-то там, в Поволжье, в этом здании была прачная, там работала жена Рихарда Зорги. Есть фотографии в книге про Рихарда Зорги, «Жизнь замечательных людей», ЖЗЛ. Как она стоит, значит, в дверях этой прачной, вышла подышать воздухом прохладным. Вот её кто-то там сфотографировал в ту пору, да? Это было достаточно редкое дело в ту пору фотографировать. Вот. Она, кстати, погибла, чан с кипящей водой, в которой, значит, кипятили тогда бельё. Бельё кипятили, чтобы отбеливать в ту пору с кипячением. Там добавляли персоль, там что-то такое вот называлось. Вот он опрокинулся, и она обварилась, кожа с неё облезла, и она умерла. Вот. А в Москве Рихарда Зорги памятник поставлен. Там вот где-то на северо-западе Москвы такой человек, прошедший через стену. Человек, который проходит через стены. Вот. Кстати, недалеко от этого памятника такой то ли ДОТ, то ли Бронеколпак. Это вот тут была передовая линия обороны в 41-м году, кстати, чтобы вы знали. Вот. Значит, улица Зорги, значит, там, понятное дело, если памятник. То есть, в районе улицы Зорги была линия обороны подмосковная. Вот. Вот такие вот дела. Вот. И что я хотел сказать. Тот метод, которым он пользовался, разведка по открытым источникам, её использовал Дмитрий Иванович Менделеев. Он его изобрёл. Он впервые применил. Была большая проблема в ту пору. Во всём мире появился так называемый бездымный порох. А в России нет этого. Бездымный порох – это вот перселин, как у нас называют. Ну, грубо говоря, да. То, чем снаряжаются сейчас патроны стрелкового оружия, орудийные выстрелы, всё это вот оно. Значит, чем он замечательный, чем он отличается от обычного классического дымного, что при выстреле обычным дымным порохом образуется облако дыма. Понятное дело, такого хорошего, плотного, белого. Я ещё стрелял из охотничьих оружий дымным порохом. Такой вот дым стелился. У него был такой специфический запах пороховой. Ну, в общем, вот это было здорово вообще. Вот. Вот такой вот была вещь. А так, когда на войне, значит, выстрелил, так сказать, корабль из орудий своих, и весь в клубах дыма. И противник видит эти клубы дыма, и если у него бездымный порох, он по нему стреляет, 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 стреляет в эту облаку дыма. А тут ничего не видит, откуда стреляет. Когда только прилетает, понимает, что в него попало. Вот. Вот такая вот была история. Так вот, как Дмитрий Иванович, помоги. А Дмитрий Иванович в то время уже был неудел. У него была известная история с гимназисткой, на которой он женился всё-таки, да. И скандальная была история. Ему пришлось, его отстранили от всякого преподавания. Ну, такой человек не может преподавать юношеству. Он развёлся с женой. Ему нельзя было жениться. Но 25 тысяч рублей собрали его дружки-химики, тоже великие наши. Дали взятку в священник. И посвященник их обвенчал. Ну, всё, он вёл в законном браке с молодой. По-моему, она была, так сказать, казачка, дочка какого-то казачьего, значит, атамана. Я не помню детали. Вот. И, значит, никакими делами не мог заниматься. Ему, правда, нашли такую должность. Он был в палате меры весов. Большой человек. Вот. А так занимался консультациями. И вот, Дмитрий Иванович, помоги. Как делать бездымный порох? Ну, говорит, сейчас скажу. Дайте мне, говорит, справочник французских железных дорог. Даю справочник. Французский железных дорог. Статистический справочник ежегодник. Так. В каком там городе у вас находится пороховой завод во Франции? А вот, Дмитрий Иванович, вот в таком городе, в таком и в таком. Он смотрит. Станция такая-то. Так. Грузы, которые туда были входящие. Ага. Шляпки дамские. Хм-хм. Коньяк. Бордосские вины. Ага. Хлопок. Так. Запиши-ка, братец, сколько тон хлопка-то не так. Азотная кислота. Запиши-ка, братец. Так. И что еще-то? И серная кислота. Записал, братец, да? Сейчас мы проверим по другим станциям. Так, так, так. А тут что-то хлопка больно много. А, там есть еще хлопка предельной станции. Так, это выбрасываю. Так, ну-ка посчитай пропорцию-то, да? Ну, вот тебе пропорции. Хлопок, азотная кислота и серная. Дмитрий Иванович, как тебя благодарить? Вот тебе чек сколько хочешь напишу. Лишнего не возьму. Прохор, отнеси-ка в банк. Вот такая вот история. Дмитрий Иванович был шикарный мэн. Не только, значит, он преуспел в химии. Он ведь писал учебник химии. И поэтому ему пришлось придумать таблицу Меделеева. Надо как-то систематизировать было это дело. Вот он все это систематизировал для писания учебника химии. Да, шикарный был мэн, шикарный. Вот такая вот история с ним приключилась. Вот, и вот я сейчас попробую воспользоваться методом, которым пользовался Дмитрий Иванович. Значит, я доложу вам так, что радиовещание, то, которое классическое, то, которое радиостанция, излучают волны, и каждый, кто хочет, включает свой радиоприемничек, настраивает его на определенную частоту или длину волны, как хотите называйте, и через треск, помех атмосферных, он слушает радио. Значит, в ту пору в Советском Союзе был построен самый мощный радиопередатчик еще в 30-е годы. Он функционировал и во время Великой Отечественной войны. Он транслировал на коротких волнах на всю Европу из Уфы. Представляете, Уфа. И тоже интересный факт, до Уфы долетали немецкие самолеты-разведчики. Вот говорят там, как это так, сбрасили парашютистов британских в Чехии, не могли же сбросить, раз бомбить не могли, значит сбросили. Ребята, вон откуда долетали, до Уфы. Летали сквозь прям эту территорию. В Средней Азии были немецкие диверсанты. Да, вот такие дела. А все долетали, и самолеты возвращались. А уж если надо было совсем лететь, что можно было самолет сжечь на месте, то так что долететь-то можно. И даже можно вернуться. Это не значит, что бомбить можно. Вот на регулярной основе, потому что масса не та. У бомб, что у самолета, который рекордный, который перегруженный топливом, летит и возвращается. Да, ну что, тогда летали из Европы в Америку почтовые самолеты. Это вполне себе. Из Москвы, Вашингтон. Президенту Рузвельту от маршала Сталина письмо передает пилот, вылезая из самолета ПЕ, дальнего бомбардировщика. Долетал. Вот, такие вот дела. Ну так вот, о чем это я? Радиостанция. Знаете, какая у нее мощность была? 500 киловатт. Полмегаватта. Это мощность больше, чем мощность той генераторной установки, которую хотят установить, генераторные, электрогенераторные установки, которую хотят установить на космическом буксире. 500 киловатт. Представляете, полмегаватта. Да. И вот, значит, а самая большая мощность, которую я вот нашел в справочнике, это из ныне действующих, это 2 мегаватта, передающий центр под Будапештом. Он на средних волнах вещает. Представляете? 2 мегаватта. 2000 киловатт. Ну это как вам сказать? Вот, знаете, такой вот отопительный прибор, который дома обычно ставится, да, у него мощность где-то порядка киловатта, чтобы пробки не перегорели. Вот это вот 2000 таких отопительных приборов. Так это не просто радиостанция, она большая такая, подробнее. Это мощность передатчика. У передатчика есть генераторная лампа. Ну, вы знаете, что, как всё это работает? Есть усилитель, который, ну, собственно говоря, в простейшем случае, так сказать, триод, если правильно по науке, так сказать, тетрад. Вот, это вот такой вот, значит, лампа генераторная. Знаете, чем она охлаждается? Вы не поверите, она охлаждает кипяток, кипятком, кипящей водой. Потому что кипящая вода, она прям вот-вот сейчас будет испаряться, она охлаждаясь, и там такая пупырчатая поверхность превращается в пар и выходит оттуда. Вот оно, охлаждение кипящей водой. Вот охлаждаемой кипящей водой лампы. Вот, ну, это такие, больше человека ростом, человек рядом с ней очень маленький. Похожую лампу я видел в музее Нижегородской радиолаборатории, там делали, конструировались первые такие вот мощные советские радиостанции. Называлась на имени Комментарна такая была радиостанция. Вот, и были еще лампы, я видел, знаете где, вот эти, такого рода лампы генераторные используют на ускорителях. Именно они подают переменное напряжение, когда вот частица проходит, протон, например, да, и вот тут надо менять полярность, чтобы она вот ускорялась. Вот они, вот эти вот генераторные лампы. Я видел такую в Троицке на линейном ускорителе. Фабрика Мизонов его еще называет этот ускоритель. Огромный, линейный, несколько километров ускоритель. Вот такая там лампа генератора. Я видел. Снимал я видео, назывался она «Фестиваль российской науки». Это такая была серия видео. Для первого образовательного канала это когда еще он существовал. Когда еще он функционировал во все. Вот, вот такая вот история была. Вот, так вот, значит, я теперь попробую примерить на себя шкуру. Не, шкуру Рихарда Зорга не хочу мерить. Ну, Дмитрия Ивановича Менделеева, пожалуй, что еще чего, да, бес в ребро, да. Но я не в плане вот этого бесовства в ребро, которое, а в плане разведки. Вот недавно поступили открытые сведения, что Би-Би-Си возобновила свои трансляции в коротковолновом диапазоне. Плям-пам-пам-пам-пам-пам-пам, понимаете, чувствуете, к чему это, не поняли? Вот возобновить такие трансляции очень сложно. И стоит ли их? Они вот уже в последнее время все эти крупные вещательные станции, что работали на российского, на советского слушателя, они перестали, прекратили свои вещания. Ну, дорого. Ну, представляете, вот какие, я вам говорил, мощности? С ума сойти! Сколько стоит такая генераторная лампа? Сколько стоит у эксплуатации? С ума сойдешь! Просто с ума сойдешь! Как хорошо сейчас, в принципе говоря, есть, во-первых, ну, кто едет в машине, да, есть эти вот везде расположенные антенны передающие, они вам в цифровом виде, на ультракороткие, значит, частотные модуляции передают сигнал. А это же, это амплитудная модуляция, АМ, вот эта вот частота, она еще по амплитуде промодулирована, да. Вот, ну, так это каково? Каково? Это с ума сойти! Для чего это делать? Потому что через интернет все это можно слушать. В интернете сейчас можно набрать и послушать какую-нибудь радиостанцию где-нибудь в Канзасской, Арканзасской, Техасской глуши, какая-нибудь радиостанция, где вещают для местных фермеров, и главные рассказы там про то, что там сейчас с колорадским жуком, что еще чего-нибудь, ну, такой вот такой милый патриархальный разговор из библейского пояса, ну, и потом приходит, значит, как он называется-то, проповедник и проповедует, да. Вот так и я вам тоже проповедую такие вещи про науку. Вот, значит, о чем идет речь-то? Значит, этого ничего не будет. Мы не сможем слушать проповеди из библейского пояса США. Мы не сможем слушать в интернете все эти вот выступления. Ну, понятно, нас заблокировали. Ага, VPN на что? VPN вам не поможет, если отрубить Россию, отделить от сети. Интернет-сети. Это невеликий китайский фэривол, невеликая китайская огненная стена. Это с той стороны нас просто тик-тик физически, механически отключат вещание, отключат поступление информации через кабель. Так что, видимо, враг к этому готовится. Ну, враг, раз мы его слушаем, да. Это как раньше было, знаете, такое выражение. Есть забава на Руси, ночью слушать BBC. Вот, BBC, кстати, уже вещает. Не так давно он начал вещать. А раньше-то как? Такая забава была. Хриплые помехи. Это еще глушители были. Сейчас еще пока их нет, или уже нет, ну, скоро будут. Ну, вот, уже и пока, вот так вот. Ну, скоро будут глушить. Вражи голоса. Голоса. Их называли Голоса. Как Голос Америки был. Что еще там? Голос Израиля был, да. Ну, его не глушили. Ну, так антисемитизм, блин. Это просто он для своих жителей вещает, да. Вот, у них там свои дела. Погода в Иерусалиме. Все нормально. Новости Тель-Авива. Да, вот, значит, немецкая волна из Кёльна. BBC. Это из Лондона. This is London. Вот, это Лондон. И Си Пари. Это Париж иногда нам вещал. Париж тоже не глушили, но там про политику ничего не было. Так они там про парижскую жизнь, про науку рассказывали. Причем там часто выступали французские коммунисты. Да, такие вот дела были. Ну, Голос Америки из Вашингтона. Это была программа-монтаж. Да, вот такая была еще тогда. Не помню, какая передача так начиналась. Ну, была какая-то, но веселая музыка такая. Вот, вот такие вот дела были. Вот, вот, что мы его знали. Значит, ждите. Я-то вещаю сейчас для Ютуба, но придется, наверное, мне на наших сетях. Вот Рутуб, вот, очень неудобно. Загрузишь, а он думает, долго-долго думает. Потом еще раз думает, несколько суток, прежде чем появится доступ. А вот фирма, которая называется Яндекс.Зен, там все быстро. Я поэтому собираюсь на Яндекс.Зен еще... Сейчас же у меня Ютуб-то отключил всех моих этих спонсоров. Они бесполезные, и их спонсор стало. Я хочу там выложить... Ну, простите меня, для общего доступа, наверное. Свои лекции для поступающих в ВУЗы, вот эти подготовки к ЕГЭ по физике, по математике. 36 лекций. Тех и других. Ну, может, будут смотреть люди. Что же делать? Забирай. Бери. Так они и не окупились. Своё время. Поняли? Вот такая вот история вышла глупая. Жили, жили, развивались, развивались. И ушли в прошлое. Неожиданно. Да. Ну, это отдельный разговор. Почему так? А это сила мысли. Понимаете? Есть такие идеи, которые охватывают... Ну, раньше говорили, ухватывают умы людей. Да нет. Охватывают умы начальства. Это вот к своё время охватило умы группы граждан, которые сумели власть захватить в Российской империи. Значит, то можно построить социализм какой-то. Ну, они поняли сразу, что нельзя построить, но дальше уже обратного ухода не было. Вот сейчас вот, видимо, овладела умами группы граждан идея построить русский мир. Ну, наверное, уже сейчас понятно, что вы не построите, но обратного ухода опять нет. И вот этот выход из того тупика в семнадцатого года искали до девяносто первого. Вопрос на засыпку. Сколько лет будем искать отсюда выход? Да. Ну, а может, и не надо искать. Может, всё так хорошо устроится. Как хорошо будут жить люди через пятьсот лет, когда забудется вражда племён. И каждый сущий в ней язык, и так далее. Вы должны... Я на вас тут вот, как клоунан, то вам устраиваю. Читаю всякие рассказы, рассказываю. Должны меня поддерживать. Потому что я ваш. Ваш я. Не знаю, клоун, не клоун. Как юродивый, который правду вам говорит. Так что внизу есть номер сбербанкской карточки, номер счёта в Сбербанке. Есть PayPal. Но PayPal, говорят, не работает. Яндекс.Деньги. Они же Umani, Kiwi, кошелёк, кошелёк ВКонтакте. Да, Нейшен Альдерс – хорошая вещь. Да. И, конечно, СОП-счёт. Обратите внимание, счёт мой изменился. Вот какой-то товарищ, он очень долго, много раз пытался у меня на старый счёт перевести 150 рублей из банка Тинькоффа. Дун-дун-дун-дун. А он ему – нет, 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 нет. Ну вот, товарищ, там у меня новый счёт написан. Передайте нашим. Счёт изменился. Да, такие вот дела. Ну и записывайтесь на тот, там как-то Борис Бояршинов и Барсик на дне российской науки. Что-то в этом роде. Вот. Ну, сходите там, посмотрите на этом нашем замечательном. Там есть ссылка, можете пройти. Грустно как-то, да? Мы вот уж начали привыкать к хорошей жизни-то. А теперь уже мечты про путешествия уже можно отложить. Деньги уже из банка не выдают. Валютный курс теперь установлен. Ждём, пока появится такой, так сказать, чёрный рынок валютный. Вот, пока не появился. Ну, понимаете, какая будет натура, да? Чёрный рынок. Ведь чёрный рынок был ещё, между прочим, в годы, первый год цельской власти. Его курировал тогдашний Госбанк. Руководители Госбанка его курировали. Потому что реальных валютообменных операций не было. Они поддерживали курс вот этого червонца. Назал червонец, бумажка такая. А вот этого на чёрной бирже. Потом их за это расстреляли. Хотели как лучше, а получилось, как в 1937 году так казалось, что как всегда. Ну, ладно. Чё трепаться-то? Пока не посадили. Надо тоже знать, как рот-то открывать. А где не открывать рот, где промолчать? Всего доброго. Ну, деньги-то присылайте. Куда же деваться-то? Пока.